Меня многие спрашивают, как там жёлтый москвич? Ну, традиционно раз в год я показываю, как. Покрашен, частично уже собран. Тут где-то хром стоит, стёкла, панелька сейчас будет накидываться. Салон зашумлен, ну, он уже давно зашумлен. Частично собран пластик, но там вот это вот надо поменять будет, где-то на разборке найдём, потому что не очень. А так, в принципе, пооттиралось, наполировалось, и, в принципе, выглядит основная часть обшивки неплохо. Панелька задняя перетягивается, потому что так себе выглядело. И будет сделан новый потолок. Сейчас там он просто подшумлен. Потолок будет полностью новый, полностью из новой ткани. Ну, давайте пройдём. Она такая ещё как бы не помытая, то есть где-то пыль припала, где-то какая-то там антикоррозийка, типа битума вот такого капнула. То есть это ещё надо немножечко... Ну, пластики, видите, тоже повытирались, и, в принципе, очень даже неплохо выглядят. Довольно свежо. Новые фонари. Немножко другого они вида, то есть белый поворотник. Но, в принципе, как по мне, ничего. Хром. Хром, это её ещё оригинальный. Немножко крипс не хватает. Ну, то есть, есть ещё что делать. Такой вот это имеет вид. И сейчас, что, собственно, происходит, идём-то, наверное, покажем. Чем мы сегодня занимаемся? А занимаемся мы сегодня двигателем. В принципе, с чего и началась реставрация, это с того, что сломала коромысло. Соответственно, надо было его доставать или снимать голову. И, как бы, с этого начали. Значит, зачищена плоскость под ГБЦ. Износа на гильцах нет никакого. Хонинговочка ещё отличная. Нагарчик такой, чисто рабочий. В принципе, он такой он на всех наших моторах. Потому что ездим на относительно богатой смеси. Плоскость нормальная. То есть, есть где-то коррозия. Ну, на таких не очень ответственных местах. То есть, все маслосливы есть обжим на всех маслосливах. Плоскость по периметру тоже хорошая. Это ещё заводская фрезеровка ихняя такая. Напильник такой вот. Сейчас накинем голову. Головка будет на 47-м валу. Это тот вал, который мы сняли с СЛ. Там сейчас стоит первый Тарас. А этот автомобиль планируется как более такой городской, выставочный. Не знаю, там для просто езды. То есть, понятное дело, что на свежей такой покрашенной, отшпаклёванной машине, отреставрированной, ну, на Феофанию в плане выездов боевых как-то не сильно хочется, честно вам скажу. То есть, может, будем приезжать чисто на двух машинах. Одну поставить, посмотреть, а на второй погонять. Может вот так. Но вот именно поэтому это не будет злым корчём. И холостой выше тысячи или там где-то полторы тысячи. Не хотелось бы, чтобы... И поэтому будет 47-й здесь валик стоять. Головка расточена. Вазовские поджатые пружинки. Соликс. Выхлоп сюда, я думаю, сварит. Диски будем ставить такие же, как на СЛ. Ну, типа такие же. Они немножко другие. Это типа Ниссан, Мазда. Точно не знаю с чего. Разболтовка подходит, но у них немножко другой вылет. Перейдем на 14-й радиус. Потому что, как показала практика, гораздо приятнее ездить на 14-м, более низком профиле.